всем привет всем привет ну вот пришло время нам подвести итог нашего путешествия мы извиняемся что нас очень долго не было на нашем канале маленько наверное подвели вас долгим ожиданиям но нам надо было устроиться очень много дел было с жильем совсем-совсем будем по порядку начнем с переезда сегодняшнее видео будет итог нашего переезда подведем итог расскажем дороги бензины магазины все 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 быстренько пробежимся в общем начнем с расстояния проехали мы с половиной тысяч километров давно это было совсем не так страшно было только начать дальше уже было не страшно было извини перебил 17 говорила 17 областей два края два города федерального значения и четыре республики какая большая у нас страна при том что мы проехали не все захватили захватили большую часть да было интересно да по ценам бензин мой дешевый да так давай самый дешевый мы чтобы не думали что мы все в голове держим подготовили шпаргалки и почитали сейчас попытаемся вам на память рассказать потому что подбили чеки мы сохраняли по дороге по бензину бензин самый дешевый у нас получился в бурятии красноярске красноярске ну самый дешевый был бы в бурятии 35 когда пытались попасть в татарстане был бензина 37 копейками цены эти сейчас уже не актуальны бензин подорожал по стране питере сейчас бензин стоит от 39 20 40 до 42 с половиной 92 бензин так самый дорогой бензин у нас был первое то что это за байкальский край когда мы въехали это было вау самовской области лежаешь за байкаловский край и сразу же тебя ошарашивает заправка 44 рубля мы но он был там и самый редкий от заправки до заправки 180 200 километров не вопрос трасса проложена новая проложена мимо поселков и соответственно еще не обустроена может надеемся пока не обустроена в общем от заправки до заправки далеко также и мы в роликах говорили что ищем магазин первый магазин по федеральной трассе именно магазин не на заправке не в кафешке а именно магазин мы встретили в чите это благодаря тому что федералка проходила через город по окраине не обустроена абсолютно конечно в этом плане так дальше как подводитель расскажи все таки ты у нас рулил все эти 9 500 подвиг это наш нет это наш общий подвиг с ребенком я не знаю что было тяжелее сидеть за баранкой или развлекать ребенка качество дорог дороги я живя в амурской области я думал амурская область наверно плохие дороги но оказалось что в амурской области одни из лучших дорог по крайней мере федералка федералка самая лучшая федералка но сразу оговорюсь не туда не терапии палычу не концовки а вот до эрофея до этого самая лучшая федералка это вот амурская область потом часть разбита была украине рафея палыч где мы бензонасос тогда на заправке в общем концовка конец амурской области по федералки под разбитая но принципе амурская область очень хорошая федералка очень хорошая забайкальский край вот это новая часть до 4 до 4 хорошая федералка она она и самая красивая наверно да пейзаж когда забираешься на гору и у тебя ты видишь на сотни километров наверно вокруг хребты 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 я жду захватывает да хорошие еще какие пензенская область вообще пенза сам город и область нас покорил шикарно в городе хорошей дороге области вообще великолепно просто дороге самарская область объездная самара сама вообще мы не успели туда заехать уже ужас 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 дети в ужас но области объездная объездная вам вот как у нас как на питере там уже здесь привыкли тогда это для нас было вау урал за от урала скажем так от урала принципе от урала дорога хорошая дорога хочу заметить от байкала и ну вот до хребтов до стоян до принципе вообще отличная дорога там на саянах пошли резкие подъемы перевалы повороты дорога узкая была там остановились как там и что мы подцеплялись какой наклон нам пришлось очень круто татьяна на автомате еле тронулась автомат назад ехал на задней передачи уклон жуткий был в общем плохие до хорошая дорога еще от москвы до питера в принципе в целом хорошая дорога хорошая дорога на подъезде принципе до москвы но мы там ее оценить особо не успели потому что это это капец ребята если кто хочет рассчитывает жить в москве работать жить где-то в пригороде москвы подмосковье работать в москве покупайте личный вертолет мы только стояли не считая движение полтора часа это вообще просто оттас как люди живут нереально по три по четыре часа добирается в каждую сторону на работу с того плохие дороги забайкальский край ближе к бурятии до постоянные перекопы постоянные ремонты до или просто сняли покрытия и ничего нету вообще просто разбитые дороги или просто не разбитые даже если было покрытием разбито но это вот вторая половина за читой туда пошла дочь и ты вот новая федералка там вот старая дорога она разбитая бурятия не ожидали в принципе такие цены так в принципе экономически очень хорошо живут памятников столько всего всего очень красиво и плохие дороги дороги плохие до байкала байкал байкал это вообще история про это можно отдельно фильм наверное снять ужасы байкала есть куча фильма наверно про красоты байкала да можно отдельно снять ужасы байкала и дорога там будет одним из первых таких пунктов второй пункт климат когда ты видишь у тебя все зеленое байкала подъезжаешь я вообще не понимаю почему этого тулеева местные жители 20 лет 20 лет занимать он занимать пост губернатора за что вообще разбитая дорога особенно на подвески темерово везде ну грязно как-то так сам город я понимаю что губернатор в принципе отношения городу не имеет но мрачно мрачно едешь по городу зоны какие-то автоматчики да это потом еще про дороги дороги были красивая область ужасная но нет сама область не совсем где-то там куски были неплохой но в целом и знаков дыры очень часто были без знаков дыры целом дороге плохие темерова двойка скажем так ну с плюсом потому что кое-какие участки еще были там просветы омск из городов да вот если мы сейчас будем перечислить канск омск города где дорог в принципе я пока продолжим омск мы как будто не то что в 90 попали мы будто в другую государство какой-то попали вообще непонятно город миллионник город миллионник больше так куда там намного больше и иди давай мы же вместе ехали вместе и будем рассказывать дорог нет совсем дурки закиданы кирпичами старыми мкад мы не ожидали что мкад такая разбитая дорога на мкаде вроде москва столица россии на мкаде видишь особенно под эстакадами которые через дорогу идут разбиты видать дождями вымылая или как ну там очень разбитые участки такие ограничение 110 километров в час но там даже 80 90 порой было опасно ехать инфраструктура инфраструктура значит ну и нет по крайней мере первую половину пути ее нет я говорю что заправки до заправки 200 километров амурская область забайкальский край в амурской области тоже заправки очень редки тоже проложена федеральная дорога получается мимо поселков новая не заправок и не магазинов в общем не брезгуйте заправками но вот эта федералка амурская область забайкальский край новая понравились эстакады вот эти кемкинги кемкинги классно сделаны кемкинги что там есть и беседочка и столики и эстакады если кому что-то надо под наш под машину запросто поменяли масло да да больше забайкальским краем туда даже больше за бурятий в бурятии видишь так и большие ремонты дорог дорога тоже разбитые там нету такой новой федералки в основном чтобы с кемпингами совсем добрались мы до чернышевска и начались платные отели при них заплет даже на заправке большие территории просто останавливаешься на кафе возле кафе на парковке все ты заплатил 50 до 50 это еще было чем дальше тем дороже в общем до 150 вот у нас за газы брали достались до 150 рублей везде это уже норма везде я не знаю как насчет охрану сильно там я думаю не сильно охраняют охрана там чисто символическая до красноярска принципе инфраструктуры таковой нет вообще не брать заправки и отели в маломальске редко встречающиеся кстати в отеле средняя цена 2000 за номер самый дешевый нам попадался это 1200 за номер у нас в принципе отели мы ночевали ехали со своим домом но от красноярском отдал красноярского этого нет а что о чем я сейчас говорю от красноярской есть и это очень классно есть да ты можешь остановиться постирать просто вещи зайти пакет отдать тебе через час его отдают там от 100 от 150 до 200 рублей это 150 200 250 рублей постираться ты можешь пойти помыться просто в душе ты можешь пойти помыться в бане и ну тут же отели все все вот до красноярского этого мы не встречали нигде может быть нам повезло просто когда мы ночевали за байкальске в гостинице нас просто из-за маленького ребенка администратор пожалела она нам разрешила так вообще мы не стираем это стирать вот чисто постельное белье для отеля а так мы не разрешаем путникам стирать она нас просто я пожалел из-за маленького ребенка и мы постирались мы не ожидали мы очень много нас слушались и блогеров и телевизор в том числе инфраструктура начинается только малмарк москове не было вообще ничего да не темпингов не открытый подмосковье вообще просто площадка по колено в грязи съезд с трассой небольшая площадка где одной машине развернуться тяжело даже да уж точно негде стать точно это не кемпинг притом даже отелей комплексов ничего такого нет мы проехали в москву ночевали там вдоль дороги рядом просто стояночка небольшая плата интернет был очень плохой по всей по всей трассе ну за уралом уже скажем так был лучше за уралом не было билайна вообще до урала а до урала даже забайкальский край забайкальский край бурятия вообще не было довольно практически делал только в городах и все по трассе йота еще где-то право а делай на не было так что если кто будет рассчитывать не рассчитывать может быть мтс не знаю у нас не было мтс купили не подключили но вообще ужасно набивать на билайне рассчитывать только кафе и на это очень редко посты где в д д д это отдельно девять с половиной тысяч километров и за девять с половиной тысяч километров 9 работающих постов гаи мы едем на автобусе вгруженном и багажнику все угружены сзади мы на жесткой цепки тащим машину и нас за девять с половиной тысяч километров остановили всего восемь раз два из которых было на посту до остальные так машины стояли на дороге где-то как-то тормозили используется в основном и просто мы заметили да и мы даже ночевали один раз они заколочены как правило не заколоченные есть магазины переделывают цветочные но в основном как просто где-то встать и переночевать потому что все-таки мало мало площадок мало инфраструктуры чтобы и ладно туристам кто профессионально водитель дальнобойщиков по-человечески за этот путь какие у нас впечатления вообще впечатление конечно самая самая классная природа все-таки какая разнообразная природа даже климата мы выехали из весны подъехали приехали попали зиму потом опять весну и спускаешься с уральских гор его у тебя лето резко там еще прохладно челябинский а тут переехал предмет и у тебя сразу очень много живность живности до въезжаешь и все и начинаются в каждой луже утки каждой забайкали даже ближе к сибири забайкали кликуны и вот эти люди совсем не ожидали забайкали увидеть лебедей это вообще было нечто для нас первое такое вау вау потом бурятия бурятия мы увидели журавлей верблюда верблюда пасутся лебеди летают пеликаны летают это очень красиво каждый день открытие лось лось подмосковье прям живой настоящий он чуть не выскочил на дорогу такой это вообще длинноногая чудовище да вообще классно впечатлили еще что нефтяные вышки первый раз мы видели нефтяные вышки едешь в дороге стоят главное интересно нефтяная вышка труба идет небольшой завод рядом же недалеко заправка от этой компании и бензин дороже чем заправлялся вот такой вот парадокс особенно в башкирии везде в башкирии качают нефть эти нефтяные вышки а в челябинске башкирский бензин башкирской компании с дешевле чем собой большие города мне понравились не понравились однозначно конск однозначно омск то есть если есть возможность проезжать мимо ничего не потеряю ничего не очень вообще просто очень быстро езжать и объезжать проезжать как говорил ночью и закрытыми форточками дышать после него очень трудно патчинск ужасно экология бедные люди как они там живут я не представляю хотя бы в месяцах получить пенсии объездная резания объездная резани это ужас правда не ожидали не было представление что переедем за урал и все начнется красота ухоженность цивилизация когда мы проезжали вязать по объездной и люди которые едут нам навстречу они сидели в масках боль на бой ехали в масках фильтрующих потому что дышать было невозможно это вообще волю ужасно ты едешь справа видны многоэтажки живые а слева у тебя гигантские горы из-за которых не видно ничего только ворон вороны летают его ужасная стоит может быть переделывают объездную но лучше резать проезжайте порезание город посмотрите и не подышите этим ужасом смрадом новгородская область тоже впечатление было досадная дорога хорошая деревня все стоят они просто дома уже просто заправка заправка брошенная целыми деревни вдоль дороги вдоль трассы и у нас кончился бензин я сел в машину фонду и получилось так как кстати тоже от заправки до заправки далеко были на трассе а ближайшая заправка у нас получилось великом новгороде я ездил нелегкий новгород на канистре с канистру брал заправлял туда бензин вернулся в общем подъезжает парень двадцать восьмой регион на номерах перебрался давным-давно я говорю думал вы сломались хочу помочь землякам и грунта ладно уже я съездил за бензином заправляюсь поговорил говорит работа вообще нет выбирает все природа конечно шикарная все классно но мы вот ехали поля зарастают лесами удручающая картина ну давай не будем а грустно хорошего что понравилось улан-удэ дороги хоть и получил сам город маленько мрачноватым все-таки больше плюсов понравился мне понравилось тем что есть своя вот это вот колорит национально ощущается только говорят по-русски а заключение что да где-то ты куда-то выехал дешевое масло дешевое мясо дешевые относительно амурской области продукты дешевые продукты мы зашли в кафе набрали 5 блюд вас могли есть только 23 нам завернули с тобой за это мы заплатили 500 рублей первое что броня соблазна мы были поскольку с ребенком вот я как мама первое что сделали персонал они поднесли сразу столик за турчиком чтоб ребенок сел здесь это норма здесь у всех кафе и есть столики детские то есть берешь и садишь ребенка у нас в амурке такого не сталкивались и это было очень приятно так что они сразу первым делом заботиться о детях было приятно да и вообще очень приятных бурят и но на покрайнем те кто встретился были очень отзывчивые понравились точно больше чем башкиры башкиры вернемся назад минусом очень негостеприимные люди оказались на дороге потому что ну видят видят что ты едешь на автобусе с прицепом груженый он будет подрезать будет тормозить да просто так ему ничего не сделать просто так ты едешь по уральским ты там одна полоса туда одна полоса вверх другая вниз там такие там такие подъемы там по 5 по 7 километров процентов там урок фури вплотную он все равно будет залазить подрезать тебе тормозить вот 0 2 всем говорю бойтесь на трассе на второй 0 2 102 регион хамло улан-удэ нет вообще прям очень приятные очень дальше ишим ишим маленький город аккуратный вообще неожиданно понравился очень прям компактный такой да классно но нет людей дальше дальше пенза 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 едешь по дорогам ты моя прелесть конечно с тобой ехали до едешь по дорогам едешь по проспектам ты не видишь дома живые рядом потому что все настолько зеленый город чистый прям можно сказать вылезанные дороги классно нам очень очень пенза понравилась и дороге пензенской области и сам город и видно по машинам по машинам сразу видно область в область приезжаешь областных центрах проезжаешь видно по машинам все-таки уровень жизни видеть пензи он немного выше машины свежие новее хоть и русские но все равно как-то стараются там больше таких новых машин если хранилище облагорожено везде таки вам красота если кто-то хочет среднюю полосу россии всем рекомендуем посмотрите в интернете данных посмотрите город пенза очень-очень-очень запал в душу прямо и много каштанов ребята там столько каштанов приехали они цветут красота вообще оренбургская область нам понравилась тем что классной дороге видишь по области все засажено все каждый клочок если там нет деревьев там будет засажена или он будет отдыхать видно что он стоит отдыхает или там будет засажена самарская область сады ты едешь у тебя там слева справа яблоки 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 это такая красота кто хочет там постоянно торгуют на мы ехали до зимы с атакит но зимние сорта потому что ну откуда весной яблоко взяться видать какие-то специальный сорт наверное но очень много торгуют яблоками по трассе грушами и как итог плюсы нашего путешествия именно на машине это основной плюс впечатление посмотреть много-много новых мест которые ты никогда не увидишь будучи в самолете или в поезде да взять с собой вещи это если переезжать именно ну и по приезду в другой город быть на машине да это видите немаловажно нас машина прям выручалка мы бы без нее здесь как без рук очень надо много было везде ездить и плюс еще наверно постепенное привыкание да вот мы поскольку ехали на запад но часовые пояса и мы не ощутили их в принципе то есть нам не надо было не привыкать ничего адаптироваться мы уже ехали и нормально да были в колее минус отсутствие инфраструктуры это самое основной огромный минус всей трассы всей автопутешествий по россии куда бы вы не поехали в нашей стране вы столкнетесь с этим и дороговизна услуг вот даже не обоснованно все таки дорого отели большинстве абсолютно в своем большинстве за так скажем убогую комнату с двумя кроватями там с минимумом не так что у вас будет свой туалет это вообще это скорее всего возводят в коридоре где-то общий душ и туалет и это все за 2000 рублей в лучшем случае у вас это будет кирпичном строении где-то там на улице точно и деревянные попадаются очень часто как следствие как следствие время время до все время то есть если вы не располагаете временем то тогда вам нету смысла его так мы и финансово конечно естественно перелететь на самолете намного больше чем переехать на машине уже ребенок у нас большой и значит как следствие как и на отсутствие инфраструктуры очень большая утомляемость очень большая нервозность усталость разбитой дороги инфраструктура но но плюсы перекрывают минусы дальше уже решать вам советы что можно было бы посоветовать значит вулан уже надо тоже еще одна наша путешественница весь путь вулан-удэ мы вам советуем даже не думайте кушайте только в кафе потому что это настолько вкусно и дешево я как сейчас помню заказал себе лагман половина прям половина мяса стоило это всего 75 рублей большая большая чашка я еле съел его если путешествуете на машине обязательно купите холодильник и запаситесь там больше их нет нигде потом таких точно мы там брали соленина и дичью блять и на татья прям реально вырубленное мясо очень вкусно омск назначит если реально нет никакой цели в омске быть там не надо вам нету необходимости пройдите мимо ничего не потеряли набережные дыша и породы парк который экологически там смотреть особо ничего златоуст покупайте ножи в самом златоусте дальше по трассе все подделка везде подделка а цена то та же самая ачинск мы уже сказали про летает и рыжа ты моя прелесть что случилось ну иди к нам и к нам вместе запишем концовочку давай иди к нам село село кафе будет такое публика на выезде из этой республики там вообще трасса проходит очень быстро небольшой участок по республике и ближе к концу так девочки по разным углам и ближе к концу значит будет всю дорогу там капешки шашлыки ну так все вкусно и ароматно еще совет значит за тольятти за после тольятти будет плотина плотину переезжаете их будет очень много торговать будучи с болжской рыбой очень много совет не пожалейте денег возьмите мы взяли хвостик в общем не пожалейте купите пару хвостиков вкуснее рыбы мы не ели очень вкусно не пересолена классно прокопченная домашняя очень классно ну и а еще совет не пренебрегайте отелями кемпингами и заправками у нас было такое что мы ехали в 5 часов вечера и думаю сейчас еще на этом не будем останавливаться на следующем а следующий был вечер и если вы планируете снимать свое путешествие выкладывать его профессионально то запаситесь профессиональной техникой однозначно снимать на телефон дамы самый последний момент решили снимать и выкладывать родственникам друзьям чтобы просто следили за нами где мы да что мы снимали на телефон на ходу интернета нет мучились ужасные программы форматированным совсем и качество соответственно и звука и видео на телефон в общем если решили снимать и запаситесь нормальной камерой и нормальным тогда сразу примите это решение будете вы это делать или не будете ну и самый главный совет если вы мечтаете и сомневая однозначно ехать однозначно ехать это не мечта тогда вперед на самолет на поезд на что угодно это того ну как он просто поэкстрималить нету смысла хотели мы повторить мире еще столько мест где мы ни разу не были так что мы едем дальше едем дальше будьте с нами да